МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии. Анна Пелепец, здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Когда решат проблемы с ливнёвками, состоялось заседание Комитета по городскому хозяйству. В обход Дивеева новую дорогу открыли в рамках развития паломническо-туристического кластера Арзамас Дивеева-Саров. Признание заслуг лауреатов всероссийских педагогических конкурсов чествовали в администрации. Далее расскажем обо всём подробно. Проблемы с ливневыми канализациями, озеленение города и устройство цветников, освещение дворовых территорий. Все эти вопросы обсудили депутаты на заседании Комитета по городскому хозяйству. Подробности далее. Проблемы с ливневыми канализациями давно существуют в нашем городе. Самые сложные участки – улица Зернов, где из-за строительства аэродрома стало подтапливать жилые дома. Силкино, Менделеево, Московское, Курчатово и Раменское. На заседании Комитета по городскому хозяйству депутаты и представители администрации обсудили, как идёт реализация адресной инвестиционной программы по устройству ливневок для ликвидации этих проблем. У нас в этом году 590 тысяч было выделено на разработку ПСД. Сейчас у нас идёт разработка ПСД, осуществляется до конца года. 450 тысяч было выделено на улицу Силкино. Здесь тоже самое ПСД разрабатывается. На Менделеево разработка ПСД тоже 450 тысяч должна завершиться в 2021 году. Для того, чтобы обустроить ливневки на Московской и Курчатовой, департамент городского хозяйства в 2022 году планируют провести инженерные изыскания. Также есть ещё шесть проектов на обустройство ливневок в шести внутриквартальных территориях. Когда работы по ним будут финансировать, неизвестно. Также на Комитете обсудили расширение улицы Садовой. Необходимость её реконструкции назрела давно. С появлением новых районов нагрузка на дорогу выросла в разы. У нас разработана проектная документация на соседней и рядом расположенной улице. Это, прежде всего, улица Негина, которая крайне необходима нам, и реконструкция улицы Чекалова, которая будет продлена от домов около школы номер один старого здания до проектной улицы Негина. Сейчас рациональнее закрыть вопрос с этими улицами, чтобы потом использовать их как дублёры Садовой при её реконструкции. Без Негина ремонт Садовой вызовет коллапс. На разработку ПСД требуется 8 миллионов. В следующем году планируют разработать техническое задание. Если будет выделено финансирование, реконструкция Садовой может начаться в 2023 году. Состоялось открытие новой дороги северо-восточного обхода Дивеева. Она позволит направить автомобильный трафик с Саровского направления на Ордатовское, минуя село. Проект реализовали в рамках развития паломническо-туристического кластера «Ардзамас-Дивеева-Саров». Подробности далее. На торжественном открытии нового автомобильного движения северо-восточный обход села Дивеева собрались жители и гости района. За строительством дорожного объекта следила вся Нижегородская область. Теперь, благодаря новой магистрали, можно быстро и беспрепятственно доехать до Ордатовского района, минуя Дивеева. Также дорога отсечет весь транзитный транспорт от паломнического центра. Туда и сюда объездная. Она здорово облегчит жизнь всем людям в Дивееве. И не только Дивееве, но и всем водителям, которые ездят в наших направлениях. Так что это очень здорово. Это разгрузка для Дивеева, определенная разгрузка для жителей Дивеева. Мы считаем, что это большая помощь в разгрузке водооруженного транспорта. Мы только за. Конечно, потоки разделятся. Сейчас через Дивеево будет меньше подпускной способности. В плане серафионских торжеств вообще. Ну и, естественно, как некий барьер от пожаров. Такая дорога нужна, конечно. Удобно, удобно разгрузить наше Дивеево. Не будет такого транспорта небольшегрузного, который идет проездом. И, конечно, для самих. И сами будем пользоваться этой дорогой. Работы по строительству дороги начались в 2019 году. Подрядчиком выступила строительная компания «Орион Плюс». Общая протяженность северо-восточного обхода составила около пяти километров. Также в рамках проекта построили мост через реку Вичкинзу. Проправлено это все с одной целью достижения. Это для того, чтобы жителям, для того, чтобы гостям Дивеево, плавник, жаловство свободнее, живость комфортнее. И в конечном счете вы себя ощущали как дома, чтобы это все окружающее вас земля, территория становилось благостнее, становилось комфортнее. В торжественной церемонии открытия магистрали принял участие и митрополит Нижегородский Арзамаский Георгий. Глава Нижегородской митрополии совершил чин освящения дороги. Он отметил, что запуск северо-восточного объезда – это большое историческое событие, как для области, так и для всей страны. Свято-Троицкий Серафима Дивеевский женский монастырь, Четвертый день Матери Божьей, оттекает огромное количество людей. И труды Попереческого совета в рамках работы нашего кластера «Саров-Дивеево-Арзамаска» к тому, чтобы помочь людям в еще большем количестве привлечь сюда. Трассу северо-восточный обход села Дивеево построили в рамках развития паломническо-туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Саров». Размер материнского капитала на 2022 год проиндексируют по фактической инфляции по поручению президента Владимира Путина, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. Он уточнил, что для корректировки размером от капитала нужно будет внести изменения в законодательство. Данные по фактической инфляции появятся в конце декабря и провести индексацию можно будет в короткие сроки. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите социальных выплат от списаний в счет погашения задолженности. В том числе это коснется и потребительских кредитов. Законодательство уже запрещает списывать за долги пенсии, алименты, компенсации за причинение вреда здоровью, ряд пособий. Однако единовременные социальные выплаты в этот перечень не входили. Самые популярные и необычные имена новорожденных в Нижегородской области назвала руководитель главного управления ЗАГС региона Ольга Краснова. Чаще всего мальчиков называют Артем, Михаил, Александр. Девочек – София, Виктория, Анна и Мария. Среди необычных мужских имен – Тамерлан, Спартак, Май, Август, Персей, Марс, Космос. Среди женских – Челси, Вишня, Астра, Матильда, Шуя, Ассоль и Ясна. Искусство объединяет. Под таким девизом 28 октября в библиотеке имени Маяковского пройдет всероссийская акция «Ночь искусств». Для саровчан подготовили игровые программы, викторины и мастер-классы. Начало – 18 часов. Без возрастных ограничений. Появился календарь игр чемпионата Нижегородской области по хоккею с шайбой среди мужских команд Высшей лиги сезон 2021-2022. Первый матч 13 ноября ХК «Саров» примет на своем льду «Борский кварц». Более подробная информация в группе хоккейного клуба «Саров» ВКонтакте. В администрации прошел прием лауреата всероссийских конкурсов «Директор года» и «Учитель года». Юлия Василкова и Ксения Воронина рассказали о своих впечатлениях и поделились планами на будущее. Подробности далее. На самом деле у меня сегодня очень приятная возможность уже своими полномочиями вас наградить за тот вклад, который вы сделали в облик города, в развитие, в его позиционирование на федеральном уровне. Две важные победы в этом году одержали представители гимназии номер два. Юлия Василкова вошла в число лауреатов конкурса «Директор года России», а учитель Ксения Воронина стала лауреатом конкурса «Учитель года России». Педагоги оставили честь нашего города среди лучших представителей учительского сообщества страны. И эта победа общая. Безмерно родителям нашей гимназии, детям и всей системе департамента образования, которые нас в этом смысле создают все условия развития. Конкурс – это всегда непросто. Если в спорте, как отметил Алексей Сафонов, все просто, действует правило «быстрее, выше, сильнее», то критерии отбора лучших учителей не всегда понятны. Я вообще не люблю сравнение с коллегами. Мне нравится больше себя с самой собой в прошлом сравнивать. И мне кажется, просто у каждого есть свои сильные и слабые стороны. И надо понимать, что не каждый человек, в принципе, может в конкурсе участвовать. Это зависит от личности каких-то особенностей. Но это не значит, что он хуже. Тем не менее, конкурсантов со всей России набралось огромное количество. В «Директоре года», например, изначально их было 700. Из них отобрали 30. В их число вошла и Юлия Василкова. Из 30 отобрали 10 лауреатов. Им предстояло решить кейсы, предложенные группой компании «Газпром» и создать концепцию школы. Здесь на помощь пришла управленческая команда. По видеосвязи коллеги помогали Юлии Александровне подготовить решение. И эта победа – победа всего коллектива гимназии. То, что мы электронное портфолио подавали, это же не лично мои какие-то достижения, как директора, там, участие в Олимпиаде лично, или в какой-то конференции мое личное участие. Нет, безусловно, это результаты работы гимназии за определенный промежуток времени. И признание вот этих результатов и по итогам портфолио, и формула успеха я тоже закладывала и в ТЭД свое выступление, и в ролик. Те достижения нашего гимназического сообщества, которые позволяют говорить о том, что вот формула успеха, она такая. Эти победы знаковы не только для гимназии, они доказывают высокий уровень всей системы образования Сарова. Делясь опытом, обмениваясь мнениями, педагоги личным примером доказывают своим коллегам, что нет препятствий для дальнейших профессиональных достижений. И я думаю, что коллеги поделятся своим опытом и с другими участниками нашей системы образования, для того, чтобы изрядить и вдохновить, потому что результаты успеха и вообще история успеха, конечно же, позволяет другим двигаться за вами и идти вперед. Игнарина Пенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Предупрежден, значит вооружен. В Нижегородской области стартовал масштабный марафон киберграмотности. Это просветительский проект, который организовала Волговятское главное управление Центробанка. В течение двух месяцев специалисты будут рассказывать, как мошенники пытаются добраться до персональных данных и что делать, чтобы не попасться на их уловки. У кого на компьютере точно установлен антивирус и кто проверяет флешки? Ну просто руки, видите? Лесорук не случилось. Хотя, казалось бы, современные дети становятся активными пользователями гаджетов с рождения и с правилами кибербезопасности должны быть знакомые. Беседу с десятиклассниками специалист начинает с серьезных понятий. Киберпространство, виды вирусов, фишинг. Самое главное не переходить по сомнительным ссылкам, проверять всегда сайты, чтобы они были официальными. Никому не передавать какую-либо свою информацию конфиденциальную, которая касается только тебя. И вот это, я думаю, основные правила. 52-я школа Нижнего Новгорода одной из первых присоединилась к марафону киберграмотности. Волонтеры финансового просвещения обратили внимание старшеклассников на наиболее распространенные способы мошенничества. Молодые нижегородцы чаще всего попадают в неприятности, совершая покупки на сайтах частных объявлений. Пройти по безопасной ссылке, оплатить этот предмет, внести предоплату, ввести секретные данные, включая сельвикод на обратной стороне пластика. И в итоге все деньги с родительской карты списываются таким образом. Это самый распространенный случай сейчас. К мероприятиям марафона подключаются не только школы. Основы кибергигиены важны всем возрастным категориям. Организаторы планируют охватить максимальное число жителей региона. Наша цель – рассказать простые правила кибербезопасности максимальному количеству жителей нашего региона. И эту задачу мы готовы решать совместно с министерствами, ведомствами Нижегородской области. Проведение кибермарафона поддержали члены регионального коррекционного совета по финансовой грамотности. Спикеры проведут лекции в школах, в вузах, на предприятиях. Мы готовы делиться своими материалами с представителями организаций, чтобы они в качестве волонтеров финансового просвещения могли вносить информацию до своих коллег. Марафон кибербезопасности – это возможность задать вопросы экспертам. Чтобы знания в данной сфере были не отрывочными, а систематизированными, в Нижегородской области хотят ввести образовательные программы в сфере кибербезопасности. Очень важные знания, и эти знания лучше получать и компетенции осваивать не в ситуациях каких-то форс-мажорных, в которых вы можете оказаться, а немножко заранее. Марафон киберграмотности в Нижегородской области продлится до 15 декабря. Любят, воспитывают, защищают. 17 октября в нашей стране впервые отметят День Отца. Как к новому празднику относятся саровчане, выясняла наша съемочная группа. Многие знают, когда отмечается День Матери, а вот праздник Пап менее известен. 17 октября в России впервые официально отметят День Отца. В некоторых российских регионах уже много лет в честь Пап устраивают различные семейные праздники, конкурсы отцовского мастерства и награждения Пап, которые достойно воспитывают своих детей. Мы спросили у сыровчан, как они относятся к новому празднику. Можно было бы, в принципе, объединить День Отца и День Матери. Как объединяют же там День Бабушки, День Дедушки. Ну, в общем-то, да, надо, чтобы дети помнили и знали, что у них есть папы, что они их любят. Я считаю, что праздник хороший. Если есть День Матери, должен быть День Отца. Я так думаю. Наверное, со мной многие, кто согласятся. В воспитании всегда участвуют двое родителей, но так уж у нас сложилось то, что в основном мать и отец как на работе. И поэтому его роль отошла на второй или даже на третий план, потому что то мама, то бабушка. В основном женщины воспитывают. А это неправильно. Меня вот воспитал отец, и я довольна результатом его, который он в меня вложил. Наши защитники, мужчины и отцы, девочек защищали. Вот у меня отец, бывший авиатор. Вот он очень много мне сделал хорошего, доброго. Саровчане положительно восприняли новость о новом празднике. По мнению опрошенных, папы играют важную роль в воспитании детей, прикладывая не меньше усилий, чем мамы. Поэтому тоже заслужили свой праздник. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Перепет. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!